Христос посередине нас, мои родные и любимые христолюбцы, все браты и сестры во Христе. Всем желаю радоваться, веселиться в Господе. Всем желаю счастья, мира и добра, любви и радости. Меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. В интернете я... у меня есть такой псевдоним как Христолюб. Я хотел записать ролик, немножко рассказать о себе. Ну, так у меня есть всякие, разноброс я там рассказывал. Хочу немножко рассказать о своем детстве. Родился я в 1983 году в городе Воронеж, Россия. Центральное Черноземье. Мне 35 лет, соответственно. Живу я не в самом сейчас Воронеже, а в области. Недалеко от Воронежа 200 километров. Ну, относительно недалеко, да. Ну, о своем рождении я ничего сказать не могу, ибо ничего не помню, да. Вообще я практически ничего не помню до своего шестилетия, ибо отец мой, папа военный, папа с Москвы, мама с Нижнего Новгорода. Они где-то познакомились, я уж не помню, где. Вообще в другом месте. Ну, естественно, папа где-то служил по разным местам. Вот. И они где-то познакомились. Мама тоже куда-то ездила. Я знаю точно, что они не в Москве и не в Нижнем Новгороде познакомились, а где-то в другом городе. Потом они отец отца посылали в Германию, они там как раз пять лет, по-моему, прожили. Там родилась моя сестра, она на два года старше, ну, на два года по датам, с 81-го. Ну, фактически всего лишь на год, потому что я родился 3 января, а сестра моя в феврале. В принципе, у нас год разница. И после этого они отца переводят в Воронеж, и мы сюда приезжаем. И первые шесть лет в Воронеже, насколько я знаю и понимаю, отец и вся наша семья, как говорят, моталась, или как там военные, по квартирам, естественно, по съемным. И только вот по истечении шести лет пребывания в Воронеже, отец служил в части ФСОшной, и дали квартиру, и мы там уже осели. И вот с того дня я помню свою жизнь. Я помню, как мы шли по тому району, куда переехали, да. Я помню, как мы на таких больших черных чемоданах с такими алюминиевыми, знаете, этими штучками перематанными. Мама сделала борщ, как всегда я помню, с красной, свекольной. Очень вкусный, мы его покушали. Вот это я все помню. Дома там только строились, сносился частный сектор. Вот, неплохое место, там было рядом водохранилище. Вот, и поэтому с того времени, возможно, знаете почему? Потому что, когда у человека, как говорят, часто меняется жизнь, да, вот дети, которые там мотыляются, и ничего не помню. Может быть, это действительно так. Вот когда мы осели, с этого момента я все помню. Мне исполняется как раз шесть лет, и с шести лет я иду в школу. Ну, семь мне исполняется, соответственно, только в январе. То есть, по сути, с шести лет я пошел в сентябре, вот. И с того времени я уже помню свою жизнь, свое детство. Жили мы, не знаю, как правильно сказать, бедно, не бедно. Ну, мне кажется, это бедность. Отец мой честный, умный, терпеливый, ну, красивый, да. Можно это понять, да. Вот, и, ну, основная его черта, наверное, особенно, что касается работы, это честность. И никогда у нас ничего не было. Получается, это как раз перестройка. Восемьдесят три, мне шесть, это восемьдесят девятые года. И до девяносто, ну, нет, где-то до моего поступления в институт, то есть всю школу, сколько я себе помню, пятнадцать лет вот эти, у нас никогда ничего не было. У друзей там что-то было, телевизоры, мягкий уголок, я помню, отказалось чем-то. У нас ничего в доме не было, у нас все время были, все было очень просто. Вот. Но я благодарен Богу и своим родителям за то, что у нас все было, не в плане материальном, а в плане, действительно, высших ценностей. Я так их назову в том плане, что я благодарен Богу и родителям, что я вырос в семье. То есть у меня полноценная семья, мама, папа. Естественно, у нас никаких, они не местные, то есть я вам сказал, что папа с Москвы и мама с Нижнего Новгорода, с Горького, когда его так называли как-то. Вот. То есть у нас в Воронеже никого не было, я никого никогда не видел. Ну, я видел некоторых там бабушек, дедушек я никого не видел, бабушек обоих видел. Вот. Одна сейчас, одна умерла, другая сейчас еще с папой живет, бабушке 93 года моей. Долгожительница. Вот папа за ней сейчас присматривает, они вместе там живут. Он ее забрал к себе из Москвы, я, они сейчас там в Воронеже. И вот полноценная семья у нас была, все у нас было. У нас была еда плохая, хорошая. В принципе, я скажу, хорошая. Вот. Может, мы не ели деликатесы, но мы и не голодали. Вот. Всегда была одежда, пусть, конечно, простая. Все время хотелось что-то хорошенькое. Дети многие, сверстники, одевались очень хорошо. Ну, хотя я рос еще в такие времена, наверное, после перестройки, после советского времени, еще не было такого, как, наверное, сейчас, что там у кого-то часы за миллион долларов могут быть в первом классе. У нас, конечно, такого еще не было, но все-таки уже, уже были рынки, уже была Турция, или как это сказать-то, да, все. Ну, кто мой, кто мои сверстники понимают, о чем я говорю, ну, или, наверное, кто постарше тоже. Вот. Поэтому тут, конечно, жаловаться-то не на что. И я вот благодарен за это. Я помню, жили, я говорю, то есть, соответственно, обычная семья у нас, обычные, простые люди. Ну, детство было счастливым. Я так считаю. Были друзья, был двор, все вот эти дурачества юношеские, чего мы только не вытворяли. Вот. Так и прожили. Ну, в школу я в 6 лет пошел, учился. В принципе, я средне-твердый троечник. Хотя, ко многим предметам у меня были какие-то способности, но так как я был шалопаем, оторвый последний, мягко скажем, да, одной из первых в классах везде, то преподаватели, особенно это же школы все-таки, я сейчас не сужу, эта школа там все-таки, это не просто преподаватель, как даже в институте некоторые умудрялись воспитывать. Но в институте, им уже это у них не получалось. У них, в общем-то, и нет этого в должностной инструкции, так скажем, воспитывать студентов. Там максимум тебя уже могут законом только прижучить, а в школе все-таки, да, наверное, там должен быть момент воспитания, ну, естественно, а возраст уже хочется вырваться из этого. Вот, и очень часто оценивали, конечно, с первых классов не за знание, оценка была среднее, так ее назовем, знание с поведением, поэтому у меня среднее, среднестатистическое получалось твердый тройбан, да. Вот, потому что если я и знал на четверку, на пятерку какой-нибудь предмет, то из-за двоечного поведения обычно у меня выходила стабильная тройка, может быть, по настроению учителя четверка. Вот так я учился, вот, я говорю, в аттестатах у меня по жизни море троек было, вот. Я говорю, ну, и плюс, я говорю, все зависело от преподавателя. Если он много смотрел на воспитание, на поведение, которого у меня не было, да, любил я там повеселиться, то, соответственно, все это очень печально в плане оценок заканчивалось, да. Вот, в детстве я всегда помню, как мама работала на заводе, тоже там машинисткой, очень часто брала путевки такие, чуть ли не на все лето на турбазу, и мы уезжали, у меня никаких деревень не было никогда, вырос я в городе, абсолютно городской я парень, город Воронеж, город большой, я считаю, провинциальный, может быть, его называют, но это город-миллионник, вот, я считаю, что это большой город, вот. Вот, поэтому с деревней я не был вообще никак знаком, хотя всегда мне нравилось жить на земле, вот я люблю такую скотинку, вот, но сам скотинку я не выращиваю, да, я люблю только вот такую потискать, которую можно, да, такую, смотри, ты будешь звезда, звезда-христолюбчик, да. Вот, а землю я любил, ну, рос всю жизнь в квартире, ну, потом уже сам, когда жил, сейчас расскажу, там, конечно, я в разных местах жил, но все-таки это было всегда вблизи города какого-то. Так я отучился, так было мое действие, целыми днями мы где-то куролесили, бегали, прыгали, лазили, и тут, я думаю, рассказывать-то нечего, обычное пацанячье детство такое, всякое было у нас, да. Вот. Ну, потом я поступаю в институт, поступал я, как мне казалось, что у меня есть какие-то склонности к техническим предметам, там, хотя математика, все это, физику я не понимал, химию особо тоже, мне казалось математикой, я поступаю в строительную, я вроде чертил там, ну, оказалось, это не мое. Вот, я поступаю на, у нас в Воронеже, есть воронежские государственные строительные, и, ну, был институт, академия, университет потом, закончил я, по сути, университет, его уже переименовали, диплом у меня в ГАСУ, вот. И я потом уже поступив, и после, на где-то втором, третьем курсе, ну, на втором уже, я понял, что я поступил не туда, мне это не нравится, все, я этого не понимаю, мне это не нравится, я не хочу всю жизнь просидеть в кресле, чертить какие-то там, вентиляции, вот, я по образованию, получается, по-высшему инженер систем теплоснабжения, вот, но мне все это было противно, неинтересно, все это лишнее, я понял, что высшее образование самого по себе уродливо, что ли, так скажем, оно бестолково, оно не нужно, море предметов, которые тебе дают, никогда тебе не пригодятся, они не особо развивают в тебе что-то, вот, в институте меня потянуло к гуманитарию, я сам стал читать много книг всяких, начиная от романов художественных, заканчивая древними всякими мифами, там, детективами, познавательной литературой, ну, читать мне понравилось, действительно, потреблять какую-то информацию разную, вот, философию, историю, хотя не прямо то, что я там окунался, ну, да, все пять лет в институте я работал, я говорю, жить нам, родители меня содержать уже не могли, сестра никуда не пошла, пошла, отучилась на парикмахера, папа заплатил за курсы, и все, она стала жить своей жизнью тоже, и я точно так же, вот, но я, правда, хоть и учился научно, вроде как они, как папа сам с мамой говорили, как бы будут меня содержать, но все, что они мне могли дать, это еду и кров, да, нашего дома, вот, ну, какую-то, может быть, скромную одежду, я все пять лет работал, за много предметов я стал платить, в мое время уже процветала коррупция по полной программе, вот, было, правда, тяжело, институт такой был муторный, там, купить было не все, так просто, зайти пачку в деканат кинуть денег невозможно было, все, надо было вечно договариваться, там, через сто рук, там, как бы, боялись очень сильно, вот, я, все, что, к чему меня тянуло и были способности, я все сдавал, сдавал, в основном даже на пятерки, вот, а что, к чему меня не тянул, я просто тупо покупал, вот, я работал, покупал на свои, сам все работал, сам себя обеспечивал, я говорю, зачастую продработаешь на эту сессию, подрабатывал, естественно, все-таки на какие-то предметы ты ходишь, в общем, юность была оторванная полностью у меня, оторвана от слова оторва, вот, я и работал, я и учился, так скажем, ну, все равно, что-то мне нравилось, что-то я сам сдавал, было не так напряжно, занимался спортом, непрофессионально я ничем не занимался, всегда меня так, шалай-балай, ну, просто я какой-то конечной цели супер не видел, там, достичь каких-то высот меня никогда это не прельщало, это надо быть фанатиком, вот, и на это всю жизнь положить, а я никогда к этому каким-то вот так, я считал это какой-то даже однобокостью, что ли, когда ты всю жизнь свою этому посвящаешь, в основном я занимался что-то типа гимнастикой, такое, как сейчас паркур называют, всякими ерундами, и спортивные там, и драки всей секции, разные были, вот, ну, по большей части, чтобы тело было в норме просто, я всегда чем-то занимался, вот, я говорю, профессионально я ни в какой спорт не уходил, вот, а так для себя все время поддерживал в форме, учился, работал, занимался спортом, пил, курил, гулял по девочкам, ночные клубы, и все, спал я только где только придется, мы спали в институтах за партами с друзьями, с моими, спал я на работе, спал я и в клубе, я и жил, и спал, вот так, по пять минут, ты можешь и потусить, и поспать в одном заведении, ты можешь поработать и поспать на том рабочем месте, ну, работа все время менял, тоже, ну, студент там, там поработаешь месяц, два, три, полгода, там, там, проходил и заводы, и все, все, я посмотрел, где я только не побывал, у меня сто профессий, вот, всего я понасмотрелся тоже, вот так я, наверное, жил, вот, пять лет, потом закончил, в армию меня не взяли, у меня, ну, в принципе, у меня с детства было плоскостопие, ну, потом оно как-то, в детстве, я помню, что у меня ботинки вот такие были, а потом как-то оно, оно, как оказывается, есть, да, но оно меня не беспокоит, то есть, и ботинки, я, когда пошел в институт, ходил только в туфлях, в основном, у меня был такой стиль, можно сказать, в принципе, я стал одеваться достаточно строго, как-то, ну, как, по-разному я ходил, но очень полюбил я туфли на каблуках, ну, на мужских каблуках, да, ну, не какие-то там кроссовки или припущенные там эти, достаточно такие, вот, ну, в классику я, можно сказать, одевался все-таки часто в какую-то, вот, и меня никогда, у меня не стоптывался обувь, ничего такого не было, хотя и в детстве, я помню, что вот где-то как мы переехали, лет до 10 у меня вот, вот так обувь как-то, знаете, когда, ну, вот сюда, и когда я пошел сдаваться, я защитил диплом, на четверку, по-моему, вот, ну, писал-то как-то сам там с преподавателем, как-то сам на четверку сдал, короче, вот, дипломы не покупалось у нас уже тогда еще такой, сейчас, наверное, диплом покупается, тогда все-таки сами все сдавали, ну, один-то, как говорится, можно выучить как-то этот все, понятно, шаг влево, шаг вправо, я уже ничего ответить не мог, но то, что я очень умел, ну, вот, вы же знаете, у меня ораторское, язык-то подвешенный, я просто рассказал все, у меня смотрели, хотя знали, кто я такой, вот, я отчеканил я, как будто я все знаю, да, и подал, ну, умел я говорить всегда, дар у меня всегда был от Бога с самого начала, оброс я пока, диплом уже полгода пишу, институт уже с последней зимней сессии, потом уже диплом идет, уже не учишься, оброс, борода, грива на голове, и я помню, защитился, побрился, сбрил, как всегда, я очень часто, я всегда менял имидж, постоянно раз в три месяца, полгода, я все время меня никто не узнавал, ну, и в одежде я менялся, не только там в классике, нет, я не знаю, как сказать, все время я менялся, вот, у меня сестра парикмахера, все время меня там могла накрашивать, еще что-то разное всегда был, вот, и подстригся, думал, военкомат, соседи приезжают, там, в принципе, по-моему, три дня, что ли, диплом сдают или неделю, я ж не помню, ну, все в разные дни там распределяют, ну, я в какой-то во второй, что ли, попал, сдал, ну, уже приезжаешь к своим, там все равно кто-то еще сдает, поехал в военкомат, чтобы уже попасть, в лето уехать, ну, что, все лето сидеть, а осенью заберут, я еду там всего два, где-то три дня у тебя, чтобы уехать в лето, потому что ты сдаешь, я, по-моему, двадцать шестого диплом защитил, а двадцать девятый призыв заканчивается в июне, я в военкомат еду, говорю, ну, что, давайте тут комиссию, да я поехал, вот, прохожу комиссию, спокойно, так все, хирург что-то смотрит на меня, так все посмотрел, ну, и что-то пишет, что-то долго так пишет, говорю, что пишете-то, ну, и вот направление тебе, вернее, тогда недолго, а просто, он мне говорит, иди в свою поликлинику, она там в двух шагах тоже от военкомата, там, завтра снимок сделаешь, придешь, я иду, ни за что не плачу, как там говорили, ой, там от армии отмазаться что-то надо, я наоборот рвался, вот, плюс меня родители могли, вроде бы, как в свою часть хотели пристроить, ну, папе-то все равно было, он у меня такой, куда, а мама все хотела, чтобы я в эту часть туда, к папе, под крылышко, чтобы она мне пирожки носила, я говорю, не, я куда-нибудь поеду подальше, не хочу, вот, военную кафедру я не заканчивал, не ходил во время института, чтобы потом два года каким-то офицером, я сразу отказался, у меня был один день вечно выходной у нас, ну, таких не я, не один такой был, когда у ребят военных кафедру, получается, ты учился хоть на один день меньше, я говорю, тем более работал все время, и иду я, делаю снимок обоих ног, да, в обычной поликлинике ни за что не плачу, там, бабушка меня там как-то распластала, мои ноги там разные снимки сделали, фас-профиль, ну, и все, прихожу на следующий день в инкомат, что-то посмотрел, опять пишет, говорю, что пишете, буду списывать, я думаю, как списывать, он говорит, мое дело написать, а там дальше сам, ну, он же хирург, в принципе, ну, он последний, по сути, врач-хирург, ну, по крайней мере, так было, по кабинетам, я сколько помню, и все, я от него выхожу, как бы, комиссия, заходишь, там, три человека, по-моему, сидело, и ты, как бы, все с этим делом, ты там, ну, они тоже что-то, я не помню, я же что-то тесно уже прошло сколько, мне 35-14 лет прошло, я уж не помню ничего, вот, я захожу, что-то тоже, я не помню, спрашивали, ничего не спрашивали, или все, посмотрели, все ясно, там, заключение-то хирурга есть, и что-то тоже пишет, я говорю, что такое, он говорит, ну, все, каждую субботу, что-то там, каждая четверг, или каждую субботу, в 20 дня, за войну билет можно приходить, я говорю, что, в армию не возьмете, что-то, говорит, ну, типа, вот, на три года, да, с ручкой, я говорю, смотрите, через три года я не приду, у меня другая жизнь будет, я говорю, либо сейчас, либо никогда, ну, в принципе, призыв до 27, по-моему, до 29 должен был, да, то есть, еще могут забрать, каждый три года ты должен приходить, переосвидетельствоваться, я уже, я им сказал, я не приду, больше ищите меня потом с милицией, вот, что-то даже на них немножко так рявкнуло, они как-то, иди отсюда, пока милицию не вызову, я говорю, ну, вольного воли, свободного, свобода, развернулся, и все, приехал там по осени за военником, получил, и все, больше я, конечно, никогда у них не появлялся, что я, без ума, что ли, служить в 24, там, в 27, все, больше я там не был никогда, ну, вот так вот, закончил я в 21 уже институт, потом в 16 я, я в школу в 6, в 16 я заканчиваю школу, в 16 поступаю, в 21 я уже заканчиваю университет, все, свобода, ох, какое было время прекрасное, ой, как я ждал этого, я помню, все, все, в жизни ничего не надо, работай и живи, такая прям, институт, конечно, после школы был чем-то тоже нереальным уже, а потом свобода, ну, все, а потом, что рассказывать, тоже жил, разными вещами занимался, хотел, как и все, где-то урывать, всю жизнь на одном месте, я, я говорю, родители, как сказать, бедные, я все-таки сказал, сам я тоже, я говорю, по какой-то профессии не пошел, и работать стал, где придется, и руками, и головой, лишь бы где заработать можно было, всегда искал хороший заработок, никогда не хотел работать за копейки, сидел порой дома, но потом зарабатывал, ну, мог себе позволить сидеть дома, я говорю, всегда ценил свой труд, и как-то за копейки, уж если совсем поджимало, там, перебиваешься, а так всегда, конечно, искал хорошие, достойные оплаты труда, что за руки, что за голову, неважно, вот, поэтому мог поработать, сколько-то скопить, там всегда что-то, заначка была какая-то, нет работы, нет заказов, нет предложений, нет хороших, да сидишь дома, занимался я и строительством, коттеджей, и, как я говорю, и как руками, и как руководитель, и во всяких разных, куда только, занимался я ночными клубами, одно из моих занятий было, я познакомился с человеком, он был, так скажем, инвестором, управляющим, и я много лет, параллельно, когда у него были заказы, я тоже этими вещами занимался, надо было одеться холодно, да ладно, уже почти заканчиваю, думал, там долго, ничего, особо вам долго, вот полчаса как раз хватит, я, в принципе, все рассказал, и вот так вот жил, вот, особо ничего не нажил, жил я всегда одним днем, вот, любил я эту жизнь, всегда чувствовал, что я пришелец на этой земле, ничего меня здесь не держало никогда, вот, ну, а духовным сейчас пока не будем, а что еще, жениться я не женился, в институте я, ну, так скажем, как назвать, назовем первыми словами, половую жизнь я начал вести, кстати, поздно, хоть я и как все, и такой был красивый, и вроде бы до девчонок, но я был сначала достаточно в одном смысле стеснительный, хотя, я говорю, в школе такой шебутной был, вот, не лишал себя девственности ни на выпускном, там нигде, первый раз у меня там было, я уже был достаточно, это был второй курс там, то есть, уже достаточно все-таки, я считаю себя зрелым парнем, вот, были у меня несколько раз такие, как говорят, отношения, вот, я не воспитывался в духе какого-то там целомудрия, что там один раз на всю жизнь, вот, тут не камень в огород моим родителям, я им за все благодарен, я сам так жил, я им благодарен, что они не, вот, я люблю и маму, и папу за то, что они никогда не нарушали мои свободы, ну, попытки были, конечно, особенно чем, но это, знаете, переходный момент, наверное, когда ты еще не понимаешь, что все-таки ребенок вырос уже бесполезный, что-то там палкой или все, можно только вот уже как по дружбе, как наравне, да, вот, наверное, тут этот был момент, когда там по юности, вот, это еще институт такой, переходной момент, вот, иногда я тоже нуждался, как бы, все-таки подрабатываешь, иногда можешь по молодости что-то перетратить, куда-то влезть, вот, сегодня вроде живешь, шикуешь, банкуешь, купюры метаешь, а завтра кусок корки засохший без соли ешь, вот, ну, так старался все равно себя, конечно, содержать, вот, и поэтому потом у меня были какие-то отношения, ничего особо не складывалось к семье, не стремился к семье, не тянуло, вот, ну, я постоянные отношения без твердого фундамента жизни какого-то духовного, в душе у меня был всегда, в душе была все равно пустота, я искал истину, я искал смысл, вот, со многими об этом, как бы, говорил, что-то читал, вот, ну, сами понимаете, без Иисуса это каша в голове, это какие-то полуфабрикаты, полуистины, полуправды, вечные сомнения, непонимания, так я прожил, жил я очень такой, скажем, развязанной жизнью потом, и чем дальше, тем хлеще, вот, я курил долгое время, курил я лет с десяти, то там бросишь на месяц, на два, на год, то опять, вот, курил до покаяния практически, выпивать выпивал, но к этому страсти никогда, Бог миловал, это я так, по субботности, ну, как и все, как это говорят, то есть, да, и я никогда не дурнел, Бог меня миловал тоже, от алкоголя я не дурею, наоборот, весело, ха-хе-хе-ха-ха, вот, ни на что мне не тянет, ни на злобное, ни на гадкое, ни на жестокое, наоборот, наркотики я не употреблял, там, вот, в десятых, где-то класс, лет пятнадцать, нас там пытались дворовые всякие там канаше приучить, я попробовал, меня не понравилось, не приколол, я больше этого никогда видел, я этих, которые совсем на сильных наркотиках, у нас, конечно, где-то притоны были в девяностые, я смотрел, я думал, это что за ужас вообще, как в таком состоянии можно жить, меня это совсем не порадовало и никак не зацепило, вот, я не был в местах лишенных, лишенных общения с нормальными людьми, так скажем, да, то есть в местах отдаленных, Бог тоже миловал, хотя, бывал у меня в жизни, так скажем, не без греха, я хотя, ну, как, я имею в виду, посадить-то можно и за буханку хлеба, вот, ну, в общем, не сидел, и, в принципе, преступлений я никаких таких против человечества, так назовем, не совершал, да, в таком глобальном масштабе, людей лично, конечно, мог, что бежал, вот, ну, ни кулака, ни смысла там это, хотя драки тоже, опять же, были, но я всегда считаю, что был прав, в том плане, я обычно защищал кого-то, так вот, вот, ну, и вот, что, моя личная жизнь немножко тоже, то есть было у меня много-много девушек, женщин, как назвать-то, всех подряд, да, в оконцовке, перед моим покаянием я уже жил практически шведской семьей, вот, любил я это дело, но, опять же, у меня ни к чему не было страсти, я когда покаялся, до сих пор некоторые там друзья знакомы, ну, как Господь сказал, нет, пророк бесчестия, разве только в отечестве своем, да, и у родственников, и у друзей, и у сродников своих, вот это действительно так, многие до сих пор не верят, как так можно поменяться, ты ж такой был, так вот жил, я говорю, да я жил-то, потому что другой жизни не знал, вот, а внутри, все это пустота, вот, вот так вот, прожил я так, в общем, да, 27 лет, 27-28, и я покаялся, что еще вам из бытовухи-то, про покаяние мы оставим на следующий раз уже полчаса, у меня там батарейка заканчивается, я как-то думал, ой, там много расскажут, да ничего особо рассказывать, я ж не буду вам рассказывать, да, какие у меня оценки были по алгебре, жизнь-то у всех у людей приблизительно одинаковая, и каждый может там что-то рассказать, а по сути, вы знаете, даже другого действительно слушать, так, вкратце, какие-то, мне кажется, классические вопросы, да, или крупные вещи, даже вот эти наркотики, алкоголь, там еще можно рассказать, ну, в смысле, вот, веровал, не веровал, кто там, родители, друзья, вот, как-то вот так, а так, что-то жевать, я думаю, наверное, больше-то и не стоит, следующий, вот, как раз следующие ролики, может быть, поподробнее расскажу о своем покаянии, мне там есть ролики, ну, я, чтобы так последовательно, тогда уже запишу, наверное, все, какие есть вопросы, мысли, размышления, пожелания, теперь я живу, я уже в деревне, вот, в интернете я несу свое служение, так это называется, да, тут у нас лето наступает, хорошо, кому я нужен, познакомиться, пообщаться, все координаты есть всегда в описании к ролику, меня легко найти, я ни от кого не прячусь, очень открытый я человек достаточно, вот, всем новым знакомствам всегда очень рад, так что пишите, свистите, маякуйте, добавляйтесь в друзья, я всем всегда рад, ну, все, до встречи в следующем ролике, пока-пока.